Пожар в аэропорту. Горит сухая трава, но взлётную полосу пламя не тронуло. Больше никого не завербуют в Омской области и других регионах страны задержаны опасные террористы. Вердикт антисанитария в Амурском посёлке закрыли два детских сада. Парад судов и штурвал на удачу. В Омске торжественно открыли речную навигацию. С портретами дедов и прадедов пройдут по новому маршруту к акции «Бессмертный полк». В этом году присоединится ещё больше людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них порядка 30 – это будут каляточники. А 10 – вообще невидящие и слабовидящие, которые в сопровождении с волонтёрами приедут. Помогают организаторы МИЧОМ также узнать судьбу фронтовиков без вести пропавших. Форсунки продуть, монеты достать. Для того, чтобы помыть один фонтан, рабочим потребуется примерно 5 литров специального автомобильного шампуня. Улицу Чуканова-Лиханова приводят в порядок после зимы. Про одеял и десятки книг бездомная увлечённая чтением стала местной знаменитостью. Достаю очки, всё, спокойно начинай читать. Я тогда уже забываю всё. А МИЧКО суровой реальности предпочла книжную. Медведи в панике чуют воду, роют землю. В большереченском зоопарке наводнение. И вот и лето пришло. В воскресенье в Омске ожидается настоящая жара и сильный ветер. Пожар на территории Омского аэропорта потушен. Здесь горела сухая трава. Справиться с возгоранием удалось местной пожарной службе. На снимках, которые появились в сети интернет, виден столб дыма. Впрочем, как пояснили в справочной службе аэропорта, взлетно-посадочная полоса не была задета пламенем. Так что ЧП на работе воздушной гавани не сказалось. Аэроборт работает в штатном режиме. В Дагестане задержаны особо опасные террористы. Они состояли в запрещенной террористической организации «Хиспут Тахрир Аль-Ислами». Вербовали мусульман для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке и Афганистане. Спецслужбы провели целую серию операций в нескольких регионах России. Помимо Дагестана, это Татарстан, Ставропольский край, Львяновская и Омской области. ФСБ удалось задержать 12 членов банд под поле и 14 участников террористических структур. У задержанных террористов в Омской области, помимо большого количества запрещенных пропагандистских материалов, нашли также специальные технические средства для негласного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен. В срочном порядке на трассе Омск-Полтавка проведут ямочный ремонт. Первые работы начнутся уже в середине мая. Об этом стало известно сегодня на выездном заседании правительства Омской области. Вручение региональному Кабмину лично выехать в район дал губернатор Александр Бурков. Поводом стала в том числе и жалоба жительницы Полтавки. В социальных сетях женщина рассказала про бездорожье. По ее словам, в межсезонье проселочные дороги превращаются в болото. А в прошлом году паводком размыло полтора километра региональной трассы. Ухабы такие, что в грязи застревают даже КамАЗы, сказала женщина. В том, что дороги реально требуют срочного ремонта, в ходе поездки убедились чиновники. По данным местного Дерсу, в районе пять аварийных участков их в этом году приведут в порядок. Сделают ямочный ремонт, а уже следующим летом капитальный. Проблема серьезная есть. Это состояние дорожно-транспортной сети. Необходимо решать, прежде всего, муниципальной власти с подготовкой проектной смертной документации, а дальше уже нам участие во всех программах. Это вопросы инфраструктурные. Всего же на содержание дорог в Полтавском районе в этом году из регионального бюджета выделят 64 миллиона рублей. В мае начнется ремонт обездной дороги вблизи микрорайона Черноморка. На облагоустройство ранее было направлено 175 миллионов рублей с федеральной региональной казны. Уже сейчас в эксплуатацию введены 24 дома, возводится еще 64. Построен фаб, проведены инженерные сети, запущена насосная станция, обустроена часть проездов. Разработан проект строительства детского сада на 115 мест. И сегодня Валерий Бойко побывал на заводе крупнейшего производителя сыров в регионе компании «Ястра». Это градообразующее предприятие в Полтавском районе. С 2014 года здесь идет масштабное перевооружение. Оборудованы новые технологические линии для производства твердых сыров и сливочного масла. Сегодня здесь производят 600 тонн сыра в месяц. В ближайших планах расширение ассортимента продукции, а также освоение производства и переработки козьего и овечьего молока. Омские антисанитарии закрыли два детских сада. При плановой проверке региональный Роспотребнадзор выявил в учреждение серьезные нарушения. Из-за протекающей крыши помещения стали непригодными к эксплуатации. Работа детских садов приостановлена по решению суда на три месяца. Это коснулся детсада номер 282 и 313. Оба расположены в Амурском поселке. Детский сад 282 в настоящее время у нас функционирует. Дети посещают детский сад. Ограничена работа помещений только прачечной. Договор по стирке белья и белье осуществляется стирка в детском саду 266. В летний период 2018 года будет выполнен ремонт помещений прачечной. Денежные средства на ремонт предусмотрены в сумме 800 тысяч рублей. Детский сад 313 в настоящее время у нас закрыт по причине протекания кровли. И в летний период будет выполнен ремонт на 1 миллион 100 тысяч рублей. В Омске открыли движение по реке. Сегодня утром стартовала 172-я навигация. Торжественная церемония состоялась на слиянии Ртыша и Амим. На площади Бухольца собрались ветераны флота и береговых служб, курсанты речного училища, академии водного транспорта, экипажи судов и их семьи. Под аккомпанемент оркестра торжественно подняли флаг и одному из капитанов вручили традиционный подарок – корабельный штурвал, символ удачи. А для всех желающих после официальной церемонии устроили экскурсию на танкер. Тахминатынысова подробнее. Флаг поднят, фальшфейры зажглись, хоровой гудок от пришвартованных судов. Навигация 2018 официально открыта. До того, как реки снова окажутся скованными льдом, то есть до ноября, по Ртышу будут курсировать пассажирские теплоходы и грузовые суда. Один из них – танкер Ревгат Султанов. Он назван в честь профессора из Башкирии и создателя 65 изобретений в области химии. Капитан судна получает корабельный штурвал. На удачу. После окончания официальной части церемонии всех желающих пригласили на экскурсию на танкер, добраться до которого можно только на катере. Танкер бороздит рейки уже 12 лет. Может развивать скорость до 28 км в час. Судно перевозит нефтепродукты на север. Одна навигация порой затягивается до полугода. Мы находимся в главной команде. Мост, рулевая рубка, откуда управляют судно. 45-летний капитан корабля Валерий Злочевский начал свою карьеру в День Победы. 9 мая 1989 года он, еще будучи курсантом, поднялся на теплоход Василий Назаров в качестве механика. Такой же путь планирует пройти и курсант речного командного училища Александр Галитаров. 18-летний парень с детства любит воду, вырос в деревне, рядом с которой семь озер. Это первая навигация Александра на танкере. Рассказывает, есть две приметы, которые экипаж соблюдает беспрекословно. Первая – временная. Например, не выходить в первый рейс в понедельник. Вторая примета – гендерная. Говорят, машинный блок нельзя женщинам заходить. Ну да. А почему? Ну, потом мается все. Танкер – один из четырех тысяч судов, которые зарегистрированы в ОПЕ-эртышском бассейне. Есть в Омском речном флоте как сухогрузные теплоходы, так и несамоходные. Это баржа. Навигация продлится примерно 190 дней. За этот период суда должны перевезти 7,5 миллионов тонн груза, а также более 1 миллиона пассажиров. А мечи смогут воспользоваться и речными круизами. Например, в Большей речи и Тару. Бессмертный полк в Омске в этом году пройдет по новому маршруту. Связано это с закрытием юбилейного моста. Сбор в 12 часов у концертного зала. Натронется колонна в 2 часа дня по улице Ленина. Повернет на Иртышскую набережную. Остановится напротив цирка Бульвара Победы. Там состоится митинг. Впервые в этом году к Бессмертному полку присоединятся дети-сироты из пяти районов Омской области. Они понесут портреты героев войны, чьими именами названы улицы в регионе. К следующему году организаторы обещают сиротам найти портреты их прадедов, участвовавших в войне. Также в акции примут участие люди с особенностями здоровья. На доме во время всего шествия их сопроводят волонтеры. Региональное министерство труда и социального развития выделяет транспорт. Участников с ограниченными возможностями будет около 50. Это только на территории города Омска. Среди них порядка 30 это будут колясочники. 10 вообще невидящие и слабовидящие, которые в сопровождении с волонтерами приедут. Эти люди будут подвезены благодаря нам в минимальных и очень близко к шествию. Единственное, есть просьба, чтобы до 5 мая они подали и обозначили свое намерение участвовать. Организаторы Бессмертного полка по традиции помогают омичам узнать о судьбе без вести пропавших солдат. Жители уже подали 900 сообщений. Сегодня на пресс-конференции присутствовали родственники двух фронтовиков. Так, омичка Надежда Белоусова узнала, что ее прадед – герой войны. Он четыре раза был ранен на поле боя, совершил настоящий подвиг, за который был представлен к ордену Красной Славы. Просился на линию огня, чтобы занять боевую позицию противника. Это был очень сложный бой, и встать под ливень огня, найти нужно было в себе мужество. И вот он, перетядька Иван Ефимович, встал смело, один, бросился в ту траншею, забросал ее гранатами. Всех тех, которые не встали после его вот этого шага, остались там. Остальные просто покинули бегством. Хотелось бы еще узнать. Хотелось бы также увидеть награды, даже забрать или как-то. Расскажу, естественно, своим детям. У меня двое ребятишек. Мы должны передавать детям, и наши дети, потому что эта память для нас очень важна. Также организаторы шествия «Бессмертный полк» напоминают потомкам ветеранов, что в их хранилищах остаются портреты с прошлых лет. Если родственники фронтовиков не заберут их в ближайшее время, то организаторы передадут транспаранты в музей. Смотрите далее в выпуске. Попал за решетку из-за тонировки. Сохранять будете данное нарушение? Нет. Отказывайте. Омской автоледи арестовали за неподчинение сотрудникам полиции. Форсунки продуть, монеты достать. Для того, чтобы помыть один фонтан, рабочим потребуется примерно 5 литров специального автомобильного шампуня. Улицу Чуканова-Лиханова приводят в порядок после зимы. Парадеял и десятки книг бездомная, увлеченная чтением, стала местной знаменитостью. Достаю очки. Спокойно начинаю читать. Я тогда уже забываю все. А Мичка суровой реальности предпочла книжную. Медведи в панике чуют воду, роют землю. В Большереченском зоопарке наводнение. И вот и лето пришло. В воскресенье в Омске ожидается настоящая жара и сильный ветер. Жительница Омска попала за решетку из-за тонированных стекол 20-летней девушки. Придется трое суток провести в камере из-за отказа подчиниться сотрудникам полиции. Во время рейда на улице Лукашевича экипаж ДПС остановил «Лексус» с наглухо тонированными стеклами. Пленка пропускала всего 4% солнечного света вместо положенных 70. Снимать тонировку девушка отказалась, несмотря на все увещевания полицейских. Стронять будете данное нарушение? Отказываетесь? Вы можете быть подвергнуты статье 19.3 КОАП РФ неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Влечет за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Либо административный арест строком до 115 суток. Вы понимаете, да? Отделаться штрафом не получилось. Инспекторы направили дело в суд. Там выяснилось, что автоледи не образцовый водитель. Меньше чем за год она нарушила правила движения 17 раз. Чаще всего девушка грешила нарушением скоростного режима. В результате судья вынес 20-летней Амичке строгий приговор. Злостную нарушительницу ждет административный арест на трое суток. Омские дороги отмоют шампунем. Средства для магистрали уже закупили. И до 9 мая промоют все центральные дороги в городе. Между тем, генеральная уборка уже началась. Сегодня в порядок приводили улицу Чука-Новолиханово со всех конструкций. Смыли накопившуюся за зиму пыль и грязь, покрасили скамейки и прочистили фонтаны. Как идет уборка, проследила Елена Смирнова и заодно выяснила, какая интересная традиция связана с фонтаном Новолиханово и какие тонкости необходимо соблюсти при его очистке. Для того, чтобы помыть один фонтан, рабочим потребуется примерно 5 литров специального автомобильного шампуня и примерно 3 часа времени. Впрочем, возможно, журналистской помощью управятся несколько быстрее, как знать. Однако на этом влажная уборка улицы Чука-Новолиханово не закончится. Необходимо еще почистить, освежить стеклянные конструкции над инфоматами и малый фонтан. Самое главное и трудоемкое – тщательно промыть форсунки. Миниатюрные детали отвечают за красивое распыление воды. Моют фонтан обязательно со средством против ржавчины. Его добавляют в чистящий раствор. После водных процедур фонтан насухо вытрут, а в финале влажной уборки – сбор монет. Несмотря на то, что главный фонтан Новолиханово выполнен в нестандартной форме, многие туристы по старой примете все равно умудряются оставить внутри сооружения железные рубли и копейки. Туда, куда она сливается, вода, в решетку, она попадает в эти решетки и там остается. Потом уже в ходе уборки рабочие убирают. А сколько? Подсчеты никто не вел. Это несколько монеток, это горсточка. Это горсточка, две, три. Там стоят фильтры, там же не только монеты, листья, мусор и так далее. Все же попадает туда, фильтры потом прочищаются и все выкидывается. Не останется здесь и других, еще менее долговечных следов от путешественников, а может и о мече, решивших отметиться на слой пыли. Ну а коммунальщики, даже не бросая монетки в фонтан, Нечканово-Лиханово точно вернутся по долгу службы летом. Конструкции фонтаны здесь будут мыть раз в месяц. Елена Смирнова, Сергей Никифоров, 12 канал. Остается добавить, что первые фонтаны в Омске заработают уже 1 мая. Воду пустят как раз на Кристаллах Нечканово-Лиханово, где сегодня провели тщательную чистку. Но большинство городских фонтанов мельчат ко Дню Победы, к 9 мая. Предпочла родной дом теплотрассе. В редакцию 12 канала обратились жители Московки. На удивление людей, вот уже несколько лет неподалеку от них живет женщина. В отличие от большинства бродяг, Зинаида Голубева не пьет и не попрошайничает. Большую часть времени женщина читает. Упиваясь вымышленными мирами, женщина, как видно, пытается заглушить драму собственной жизни. Способная ученица, некогда мечтающая стать врачом, почти в одночасье лишилась всех родных. Но истину нашла не в вине, а в книге. Екатерина Булучевская узнала, о чем читает бездомная. Матрас, теплые одеяла и десятки книг. Вещей 53-летней Зинаиды Голубевой немного. Уже несколько месяцев женщина живет на теплотрассе на удивление людей из соседних домов. Именно они подкармливают бездомную и приносят из дома старую одежду. Видно, что она не пьющая. Вчера с внуками иду, внук спрашивает, говорит, а что бабушка там лежит. Ну я объясняю, бывает, может дом сгорел, может еще что-то, может документы потеряла. Вы знаете, я вот сколько раз к ней хожу, я не видела ни раз, чтобы она была пьяна. Она не курила, она очень чисто плотная, у нее очень чистая постель, запаха никакого нет. Большую часть своего времени бездомная читает любимые жанры сказки и расследования. Женщина с упоением проглатывает один рассказ за другим. О мире преступников, их коварных планах и разоблачениях. Правда, история Зинаиды совсем не сказка и даже не детектив. Настоящая драма. Скромная деревенская девушка, способная учениться. Она мечтала поступить в медицинский и стать хирургом. Но в планы вмешался злой рок. Сначала умерла мама, следом отец и родная сестра. Конечно, я тяжело переживала. Я в первое время как-то, ну как бы вам объяснить, у меня в общем ничего не клеилось. Ни работа не клеилась. Как-то вот так вот все кругом пошло, пошло, пошло. И все же девушка не сдавалась. Переехала в Омск, вышла замуж и родила сына. Работала продавцом, вечерами, конечно, читала. Смогла даже собрать небольшую домашнюю библиотеку из любимых детективов и сказок. Все вновь резко изменилось после жуткой автокатастрофы. Ее сын погиб, муж пристрастился к алкоголю. В гости стали приходить его запойные друзья. Начинают пить, а мне не нравится. Они пьют, а потом начинают меня выгонять, пьяные. Мне же тоже это не нравится. Я же, ладно, была бы там собака, что там под зал дали и где-нибудь спряталась. Я же все-таки человек. В итоге милее родного дома женщине стала теплотрасса. Но даже оставшись без крыши над головой, она не променяла сборник детективов на бутылку горячительного. Говорит, забыться ей помогает не алкогольное, а книжное опьянение. Все, достаю очки, все, спокойно начинаю читать. Я тогда уже забываю все это. Забываясь в книгах, она, кажется, и не хочет замечать, что творится вокруг. Не пытается восстановить утерянные документы, не ищет приют в социальных службах. Уверена, жизнь не сказка. Поэтому предпочитает оставаться жить на теплотрассе, уйти от реалий сурового мира в книжный. Екатерина Булучевская, Павел Манжос, Илья Яковленко, 12 канал. Наводнение в Большереченском зоопарке. Река Большая вышла из берегов и уже подступила к вольерам. Уровень воды резко поднялся накануне. Обычно поводок в Большеречи начинается не раньше середины мая. Поэтому такого внезапного половодия здесь не ждали. Сейчас зоопарк работает в штатном режиме. Угрозы для животных нет. Вода дошла до вольера Белой Медведицы. Пока все нормально. Ничего страшного. Только в вольере вода в вольере у Гули, у Белой Медведицы. И с одной стороны она вышла за пределы вольера. Но у Гули место, где домик, где она кушает. Отдыхает. Площадка ее сухая. Остальное пока что все нормально. Ни у кого больше подтоплений нет. Добавлю, что почуяли наводнение бурые медведя. Они беспокойно себя ведут и постоянно роют землю. Сотрудники зоопарка надеются, что серьезного повышения уровня воды не будет. Иначе придется переселять животных. А для них это большой стресс. Причем устроить переезд медведям не получится. Нет подходящих клеток. В случае разговора стихии придется устраивать деревянные помосты. Добавлю, что всего в Большереченском зоопарке содержится более 2000 животных. В эти минуты в органном зале проходит регистрация участников четвертого конкурса имени Янкелевича. Младшей группы. Это ребята возрасте от 9 до 15 лет. Учащиеся детские школы искусств России, Казахстана и Китая. Между ними проводят жеребьевку, чтобы определить порядок выступлений. Прослушивания начнутся завтра. Наталья Бельская сейчас находится в органном зале вместе с организаторами форума. Встречает участников. Ей слово. Сейчас в этом парадном зале Омской филармонии проходит регистрация участников младшей группы. Их можно назвать героями. Ведь большинству ребят 10-11 лет. Они уже могут стать лауреатами международного конкурса. Рядом со мной одна из участниц Соня. Она приехала из Санкт-Петербурга. Соня, где ты учишься? Я учусь в детской школе искусств имени Мравинского. Как давно ты играешь на скрипке? На скрипке я начала заниматься в 6 лет. А для тебя вообще участие в конкурсе имени Юрия Исаевича Инкелевича – это почетно, важно? Да, это, конечно, очень почетно. Я не ожидала, что я пройду отборочный тур. И это очень здорово, что я попала сюда. Сразу после регистрации пройдет жеребьевка. Участники будут вытягивать конверты с порядковыми номерами, под которыми они будут выступать перед членами жюри. Ну а после состоится еще одно важное событие. Сейчас вот идут прослушивания второго тура. Участникам старшей возрастной категории объявят, кто же пройдет в третье. Рядом со мной член жюри – профессор итальянской консерватории Элизабетта Гарретти. И она готова поделиться первыми впечатлениями от игры конкурсантов. Это очень хороший конкурс, чтобы оценить мастерство скрипачей всего мира. Кандидаты показывают высокий уровень и разную манеру исполнения. Тем самым раскрываются как личности. Этот конкурс можно поставить в один ряд с конкурсом Паганини. Кандидаты мастерски владеют инструментом и знают свое дело. Прослушивание участников младшей возрастной категории будет проходить в два тура на выходных. А в понедельник состоится третий тур. Участники старшей возрастной категории будут солировать с Омским академическим симфоническим оркестром. Итоги подведут 1 мая. Утром в органном зале состоится награждение, а вечером гала-концерт. Наталья Бельская, Денис Лопарев, 12 канал. Финал плей-офф. Настоящий праздник для омских поклонников баскетбола. И он явно удался. Пусть нефтяник и уступил. Но при этом вряд ли у кого-то из болельщиков были основания упрекнуть нашу команду в отсутствие воли и самоотдачи. Просто баскетбольные боги в этот раз были явно на стороне соперника. О чем говорит, например, процент попаданий. Бордовым откровенно не везло. Не раз и не два. Мяч буквально вылетал из ростовского кольца. Когда, казалось, ему и деваться уже некуда. Нефтяник не сдавался, но все-таки в итоге проиграл. 59 на 69. Мы провально начали играть в защите. Ну, да, не забивали. Не забивать можно. Но давать столько, забивать и легких мячей, это непростительно в финальных играх. Не могли забить. Вроде бросали. Все в цель. Просто мяч вылетает из-под кольца. Какое-то сначала невезение. От этого появлялась, соответственно, неуверенность. Соперник все начал забивать. От этого инициатива все было в их руках. Немного... Конечно, мы не сдавались в любом случае. Но от этого все равно как-то немного падаешь духом. И для того, чтобы вести вперед, нужно забивать. А мяч просто предательский. Вылетал из-под кольца. Но ничего. Мы потом подобрали рычаги. Но немного поздно. За оставшиеся дни до матча в Ростове-на-Дону, что можно, что нужно успеть изменить в игре нашей команды? Ну, я думаю, в первую очередь надо попадать в свои мячи, конечно. Ну, немножко сыграть, наверное, в виси вне в защите с самого начала. А не дать забить простые мячи, которые мы дали в начале забить. И не забили свои. Я думаю, что это больше повлияло на итог матча. Второй матч серии пройдет в Ростове-на-Дону 29 апреля в 21 час по Омскому времени. За ходом встречи можно будет следить на официальных сайтах РФБ и БК «Нефтяник». К другим темам. Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Норвегии со счетом 4-2 в рамках турнира Кубок Алроса. В составе победителей три результативные передачи записали на свой счет представители Омского авангарда. Две сделал защитник Максим Минеев, одну – форвард Семен Кошелес. В рамках проходящих в столице всероссийских соревнований спортсмены накануне выявляли сильнейших в стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров. Омский снайпер Ян Эйдинзон завоевал золотую медаль. Почти 130 юных борцов Сибири, Урала и Казахстана примут участие в 12-м межрегиональном юношеском турнире по самбо памяти Александра и Никиты Петровых, который состоится 28 апреля в Омске. В схватках на трех коврах спортивного комплекса «Динамо» более 130 юношей и девушек 2004-2005 годов рождения оспорят комплекты наград в 14 весовых категориях. Мемориал Петровых – представительные соревнования, многие призеры которых впоследствии стали мастерами и даже заслуженными мастерами спорта, прославились победами на крупных международных турнирах. Общее количество участников за всю историю мемориала уже превысило полторы тысячи человек. А на нынешнем турнире мастер-класс юным борцам даст самая известная омская самбистка и дзюдоистка, заслуженный мастер спорта России Елизавета Трущенко. И последнее в Ленинск-Кузнецке прошло первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Омские спортсмены привезли с этого турнира класса А две золотые медали. Лучшими в своих весовых категориях стали Аббас Алиев и Илья Речапов. Это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. До встречи завтра. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дареева. Усилится до 22 метров в секунду. Напомню, эта суббота является рабочим днем, а выходными 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая. На работу мячи выйдут всего на два дня. 3 и 4 мая. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, Омск. Сходи в кино на фильм «Танки» и выиграй машину. В апреле в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» при покупке билетов на фильм «Танки» или заказе бронирования на «Рамблер касса» вы сможете участвовать во всероссийском розыгрыше автомобиля «УАЗ Патриот». Эта разработка русских может стоить нам больших неприятностей в будущем. Победителя мы узнаем 9 мая. Огонь! Удачи и до встречи в кино. В приложении 2GIS вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях, отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок, навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте 2GIS бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Весна с компанией «Металлпрофиль». Цены на профнастил растаяли на 20%. Подробности акции по телефону 99 16 73 и на сайте металлпрофиль.ру. 1 мая, день весны, труда меча ждет музыкальный подарок. На арене Омск состоится большой концерт с участием ретро-артистов. Перед мечами выступят Катя Лель, группа «Отпетые мошенники» «На-На», автор известных музыкальных хитов группы «Руки вверх» Алексей Потехин. А кульминацией трехчасового грандиозного концерта станет выступление мировой звезды Шейлы Боник и группы «Бония». Добавлю, что это будет единственный концерт в Сибири со столь звездным составом. В декабре прошлого года подобный музыкальный фестиваль уже проходил в Омске и вызвал большой интерес у мечей. Во время шоу в этом году состоится розыгрыш призов. Всех желающих приглашают 1 мая в 18 часов на ареном. Билеты на грандиозный ретропроект 2 можно приобрести у билетных операторов на сайтах, в кассах арены Омск и в других кассах города. Такого вы еще не видели. В широкий прокат вышел фильм «Танки». Это приключенческая картина от режиссера Кима Дружинина о создателе легендарной боевой машины танка Т-34. Премьера фильма состоялась на 40-м московском международном кинофестивале. Ленту посмотрел и министр культуры Владимир Мединский. Создатели картины уверяют, что зрителя ждут захватывающие приключения в духе старых советских фильмов. 1940 год. Последние месяцы перед началом Великой Отечественной войны. Главный конструктор Харьковского завода Михаил Кошкин разрабатывает уникальный образец танка, который впоследствии получит имя Т-34. Чтобы доказать превосходство боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку. Гений, человек, который изобрел революционную технику в области танкостроения, стал известен. И не просто стал известен, а красиво своим ходом докатил до Москвы, и выехал на Красную площадь. И Сталин сказал, а вот, это наша ласточка. Ласточка победы. К съемкам подошли ответственно. Старались соблюсти историческую достоверность эпохи. Это касается и техники, и костюмов, и вооружения. Но главное все-таки не это. Мы постарались, так скажем, возродить забытый несколько жанр советского приключенческого кино. Этакие неуловимые мстители. И особенность этой картины, она заключается в том, что кино приключенческое, но основано оно на абсолютно реальном танкопробеге, который состоялся в 1940 году, в марте. Фильм «Танки» — это поклон поколению людей, которые были готовы пожертвовать собой ради Родины. Неважно, в окопе, на производстве или в поле. Все они, как легендарный танк Т-34, герои-победители. Это захватывающая история о легендарной боевой машине, об отважных людях и бесконечной любви. Настоящий киноподарок для миллионов зрителей в преддверии Дня Победы. Екатерина Лушникова, 12 канал. И о погоде завтра, 28 апреля, по области в Омске пасмурно. Дождь, температура воздуха в районах ночью 5-6 градусов, тепла днем плюс 8, плюс 11. В Омске в ночные часы столбики термометров покажут плюс 7, плюс 9, днем до 11 градусов тепла. Ветер западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Таковы новости этой пятницы. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова